Слушай радио онлайн. Слушай любимую радиостанцию в своем телефоне там, где ты хочешь. Октуберадио. Слушайте онлайн на сайте www.oktuberadio.kz Троица – один из 12 главных православных праздников. Иногда его еще называют Днем Сошествия Святого Духа. Из этого названия сразу понятно, с каким событием связано это торжество. Собственно, с описанным в Библию сошествием на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос и которое показало, а заодно и доказало триединство Бога, то есть существование трех лиц единого по существу Бога – Отца, Сына и Святого Духа. Есть такая пословица народная – Бог любит Троицу. И вот люди, которые первый раз или второй раз в храм приходят, не знают, как сделать первый свой шаг, они думают, что в церкви все очень сложно, все очень запутанно и все непонятно. Вот на примере Троицы я и хочу это все развеять. У нас с вами зимой было три праздника – Рождество Христово 7 января, 14-го – Новый год на валете Василия Великого, обрезанной Господней, и 19-го – Крещение. Вот эти дни называются святками. То же самое есть и летом. Пасха – первый, главный самый праздник, Вознесение Господня, сегодня мы его празднуем, и 50-й день после Пасхи – День Святой Троицы. Вот видите, мы все про церковные праздники мы прям знаем. Я всегда говорю, у нас сейчас советчик, интернет, компьютер и там YouTube, поисковик, а лучший советчик – это вот эта штука, вот, и если не дай Бог, наступит время, и вы не сможете узнать, где какой праздник, вы должны знать, что если 40 дней после Пасхи прошло, и в ближайший четверг всегда празднуется праздник Вознесения Господня. То есть без любого календаря, без ничего, это уже можете знать. А на 50-й день, в 1-е воскресенье, празднуется День Святой Троицы. Есть у Троицы и третье название – Пятидесятница. Это название указывает на дату празднования – на 50-й день после Пасхи, к которой, как известно, привязаны многие христианские торжества. Точной даты у Светлого Воскресения нет, поэтому и Троица отмечается каждый год в разное время. Если отчитать от этой даты 50 дней, то получится 27 мая – это и будет День Святой Троицы. Когда я учился в школе, нам говорили, что древние дикари боялись сил природы, вулканов, зверей. Жили они где-то в лесу, в этих джунглях, и того, что они боялись, это обожествляли. И вот современные ученые поехали в Индонезию, где там все, в джунгли непроходимые, нашли дикаря, нашли чудом переводчика, который их стихово-наречия может говорить и спрашивает. «Вы в джунглях боитесь чего-то?» Он говорит, «Нет, я здесь родился, для меня джунгли – это мой дом, я здесь все знаю». Он говорит, «А животных? Я и следы всех животных знаю, и знаю, как охотиться, животные боятся. А силы природы говорят, я знаю, когда там сажать, когда там собирать эти финики или бананы с пальмы». То есть получается, оказывается, дикари, как нас учили в школе, ничего не боялись, потому что они все знали, это для них родная следа обитания. И вот в город направь, вот здесь он больше всего в мегаполисе испугается, погибнет, да. А для нас мегаполис – среда обитания. Значит, откуда же тогда возникла эта идея про Бога? Раз дикари ничего не боялись и все знали, да. Вот, это вот первое, что человек должен задуматься в этот день 50-й по Пасхе, в этот день Святой Троицы. Второе, нам говорили, что вот извержение вулканов, там огонь, какие-то страшные катаклизмы, то, что приносило людям беды, люди этого боялись и делали это своим божеством, как вот язычество, скажем так, да. У нас с вами есть чума 20-го века, которая называется СПИД. Но никто не думает открыть церковь, где поклоняться будут СПИДу. Значит, это тоже неправда. Значит, откуда же тогда люди знают про Бога? И самое главное, откуда знают про Троицу? Есть специальные доказательства бытия Божьей. Они уже написаны еще в 19 веке, но, к сожалению, никто не читал и не знает. И вот одно из доказательств, что Бог есть, это о Святой Троице. Потому что Бог один, но Он в трех лицах. Троица единосущная, это все одно целое и нераздельное. Не три божества, а одно целое. И как в Боге Отце, как и в Боге Сыне, и в Боге Духа Святого полное присутствует. Но Дух Святой исходит от Отца. Вот. Вот так. Кто это мог додуматься? Как не Господь дал эту заповедь? Потому что Господь нам что про себя открыл, то мы знаем. Адаму и Еву, а потом через пророков, Моисея и других пророков, более полное тоже раскрыто в Евангелии, в Новом Завете. Вот о Пресвятой Троице. Потому что человеческий разум до этого додуматься в принципе не может. Это Бога Откровение. Вот это второе доказательство бытия Божьего, что это Бога Откровение, что Богом данное. А вот раньше это передавалось из уст в уста, но с появлением письменности было написано сначала эти книжи Моисеева, потом книги пророков собрали, потом Новый Завет. И весь этот комплекс книг стал называться одним простым словом – Библия. Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом, они хотели закрепить в памяти людей события, произошедшие на 50-й день после Вознесения Господня. Согласно библейским сказаниям, в тот день Святой Дух спустился на этих самых апостолов, которые к тому моменту уже 50 дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым христианским храмом. После Пасхи, когда Христос воскрес, Он неоднократно являлся ученикам, апостолам, Матери Божией, Женам, Мироносицам, всем являлся. И сказал, что по положению, по закону, Он должен вознести на небо. Вот Он пришел, все апостолы собрались, и Матерь Божия, там больше 70 человек было на праздник Вознесения, да. Вот собрались у Росалеми, и Господь им явился, вывел их за город, начал им рассказывать о себе, то, что пророки говорили в книгах Ветхого Завета. И во время рассказа начал подниматься на небо, то есть облако спустилось, и Он начал подниматься на небо. И тихонько, вступая, начал подниматься, подниматься, и пока небо Его не скрыло туда. И они в изумлении вот так стояли, потому что это вот такое чудо, и уже простояли несколько часов. Потом спустилось с неба два ангела, сказали, что вы стоите с открытыми ртами. «Господь вознесся, и знайте, что Он так же само спустится второй раз, когда будет второе пришествие Страшный Суд. Идите с радостью великой». И сегодня, в день Вознесения, небеса как бы считаются открытыми для любой нашей человеческой просьбы от чистого сердца к Богу. Вот, ну, это вот, второй день про Пасху мы уже рассказывали с вами, вот это, да. Вот, и почему сегодня нельзя, скажем так, друг другу желать плохого? Вот, на вот сегодняшний день Вознесения есть такая, у нас время позволяет? Небольшая притча, что человек в четверг, в Вознесение, рано утром едет на завод. Какой-то большой промышленный город, в шесть утра. Спать хочется, он устал. Но благо, что троллейбус этот полупустой, он вот сел на сиденье, сидит и думает, как вот мне тяжело живется, жена постоянно меня дома пилит, вечно и денег не хватает, сын в школе учится плохо, начальник, пригодир там, зверь на работе, да, директор зарплату задерживает все. А сзади его в этот день Вознесения, стыд, ангелы записывают, такая, жена злая, сын учится плохо, зарплату задерживает. И он говорит, я не знаю, зачем он это все у Бога просит, но раз он хочет, я это ему всего дам. Вот сегодня надо желать всего хорошего, потому что сегодня именно Господь это нам и посылает. Мы часто не замечаем того, вот утром встали, там на кошку наступили, ах, там что-то там, что-то, да, вот. И сами себе неприятности выпрашиваем, сами себе. А потом удивляемся, за что нам и Господь посылает. Потому что мы это просим. С соседом поругались, да, на эмоциях это все. А это же все слышит и Господь, и ангелы, которые рядом находятся. Вот сегодня надо быть посторожнее с просьбами, скажем так. Вот, а должно быть все от чистого сердца исходить в один сильный Господний. И самое главное, сейчас вот очень много таких нетрадиционных, чтобы вот как-то не обидеть, религиозных течений, которые пугают. Вот Господь пришел, там он там, ходит в горах, там прячется страшный суд, там уже все, быстро все продавайте, там убегайте, в землю закапывайтесь, еще что-то. Вот сегодня показывают, что когда Господь возносился, его видели ученики. И когда второй раз придет, все его увидят. Стоит отметить, что после сошествия Святого Духа апостолы заметили некоторые перемены. Они внезапно научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках. Знание языков им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа и отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества. Бог один, но он в трех лицах, я уже рассказывал. И когда Господь вознесся, он сказал, что будьте в Иерусалиме до тех пор, пока не обличайтесь благодатью свыше, силой свыше. И вот апостолы, находясь в Иерусалиме, молились и подняли голову. Видели, где они находили помещение, крыши как бы не стало. И какой-то шум, как ветер поднялся. Шум такой, как ветер поднялся. Вот. И они голову подняли. И это был не ветер, а такой огонь. С неба спускался и шумел. И на каждого апостола огонь снизошел в виде огненного языка. И апостолы начали проповедовать на всех наречиях. Ну, кто-то там на таком-то, кто-то на таком-кому. И разошлась эта проповедь по всему миру. По всему миру. Вот в день, когда сошел благодать на апостолов, этот день называется день рождения церкви. Потому что мы веруем во единственную соборную и апостольскую церковь. То есть от апостолов стали епископы ставиться. От епископов уже мы священники. И вот если так череду взять, то есть у меня, например, епископ такой-то рукоположил, того такой-то, и мы дойдем прямо до апостолов. Вот этот цепь не прерывается до сих пор. Вот день рождения церкви, день святой троицы. Вот и все размеры тому, на каком языке было проповедано, тот пошел проповедовать воскресенье Христова. Но и третье доказательство еще бытия Божия, вот мы уже не дошли, да. Вы помните, первое, как христианство. Как гнали христиан, сжигали. Вот до сих пор даже нам, вот у нас вот на батюшках, нельзя ходить в цирк. Потому что раньше в цирках, на аренах, да, мучили христиан, зверей выпускали, вот это все там их растерзали. Вот до сих пор нельзя, ну, священникам, по крайней мере. Вот деткам так вот. Ну, сейчас цирки, конечно, другие, но слово отосталось, потому что издевались. И все равно вера возрастала. Разве это не чудо? Представьте, вас за это будут гнобить, убивать, сажать умы, отобрать имущество, а вы будете еще и своих детей утверждать вере. То есть вот это третье доказательство быть себя Божьим. А официальное установление такого праздника, как Троица, произошло в 381 году, когда в Константинополе был созван Второй Вселенский Собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущей всех божеских лиц. А вот славяне стали отмечать Троицу намного позже, только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце 13-го, начале 14-го веков. Так как Троица – религиозный праздник, то, естественно, в этот день никогда не обходится без службы в храме, которая по традиции включает в себя божественную литургию и Великую Вечерню. Причем храмы на Троицу принято украшать зеленью. На пол обычно кладут свежескошенную траву, иконы украшают весенними цветами и молодыми ветвями деревьев. Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы осветить их, а затем поставить у себя дома. Обычно освещенные ветви ставили около икон. Считается, что таким образом можно защитить свой дом и себя заодно от всего зла. Вообще береза является главным атрибутом праздника. Ее ветви символизируют силу Святого Духа. Сейчас, в 20 веке, перед революцией, возникло такое течение – нигилизм. Многие слышали это, но не знаю, что это такое. Это отрицание всяких ценностей. Сейчас этот нигилизм процветает. У нас нет ценностей. У нас нет ценностей семьи. У нас нет ценностей других государственных. Ну, скажем так, мы постараемся привидно. У нас сейчас ценность одна – золотой телец. Я ошибаюсь, разве? Нет. И вот когда нигилизм возник, и были такие специально славянофилы, булгаков, там много их было, они говорили, что ни до чего хорошего это не доведет. Сохраняйте семью. Сохраняйте свои традиции, обычаи православия. Нельзя всего отрицать, нельзя вот так перестраивать. И в 17-м году что случилось, то случилось уже. Мы на похожем рубеже стоим. Многие приходят и говорят, вот так делать не надо, так делать надо. Вот с этого заповода, дай Бог им всем здоровья, ничего хорошего к нам не пришло. И не придет, поверьте. Знаете, вот открыли мы все свои двери, и думаем, к нам золото понесется, а к нам помои все сливаются. И что сейчас происходит? За место рынка, базар мы построили, да, на смысле экономику, да. Вот за место уважения детей, золотой телец, родителей, непочитание, ценности семьи пошатнулись. Хорошо, у нас еще в Казахстане так менталитет разен, что мы еще за это держимся. Но сколько мы еще продержимся? Вот. И вот в день Святой Троицы, в этот праздник, который будет через воскресенье, вот мы начали с пословицы «Бог любит Троицу», и вторую пословицу, что «Троица, земля травой покроется». Есть такое народное, конечно, предание, традиция, что, конечно, надо заканчивать земельными работами, у кого дача, все стараться высадить, потому что с сегодняшнего дня уже начинается лето. Вот. Ну, а трава, и на Троицу, кстати, храмы, все зелень украшается. Это от того, что от благодати Божией все только расцветает, приумножается, плодоносит. Вот я всем желаю семьям, чтобы и детки у вас рождались, и красивые, здоровые, и достаток семьи был, и было кусочек хлебушка, не знаю, там, и стаканчик молока не только на всю семью, но чтобы еще и могли поделиться со всеми близкими, и вас еще схватало, и была всегда полная чаша. Еще одна традиция Троицына дня – устраивать застолье и приглашать на торжество всех родственников, друзей и близких. Кстати, так как Пятидесятница – это не постный день, то у хозяек есть возможность продемонстрировать все свое кулинарное мастерство и порадовать своих гостей самыми разнообразными угощениями. Однако традиционным блюдом на Троицу было и остается каравай. Также существует еще ряд традиций, связанных с подготовкой к Троице. К примеру, за пару дней до праздника верующие обычно устраивают генеральную уборку в доме. Дело в том, что сам день Святой Троицы нельзя убираться, а также шить и стирать, другими словами, выполнять какую-то работу по дому. А в родительскую субботу, день предшествующей Троицы, принято посещать кладбище и поминать усопших. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok